Анна Никитина пришла в спорт в зрелом возрасте. Игрой в бадминтон ее увлек муж. И вот уже более семи лет она активно тренируется и участвует в соревнованиях различного уровня. Пять месяцев карантина и невозможности приходить в спортзал дались непросто. Бадминтон для меня это, можно сказать, большая неотъемлемая часть жизни. То есть это все мое свободное время, мое хобби, мое увлечение. За легкостью, с которой спортсмены перекидывают валанчик друг другу, на самом деле стоит большой труд. Несмотря на окажущуюся простоту, бадминтон – серьезный вид спорта. Чтобы добиться успехов, нужно учитывать множество факторов. Это совокупность и хорошей физической подготовки, и хорошей реакции, и скорости, внимания. То есть это много факторов. Если это командная игра, когда ты играешь с партнером в паре, очень важно взаимопонимание. Федерация бадминтона Сарова всегда рада новым участникам. Если у человека есть желание освоить игру даже на любительском уровне, опытные спортсмены всегда ему помогут. Инвентарь даже мы на первое время дадим. Какие-то простые ракетки для новичков. То есть это у нас всегда есть. Дальше, если люди уже втягиваются, они себе подбирают, конечно, под себя уже инвентарь. В пустом зале звуки ударов валанчика об ракетку раздаются особенно громко. Но это не пугает спортсменов, а наоборот, настраивает на игру. Скоро в спортзале будет не протолкнуться, а игроки будут ждать своей очереди, чтобы скрестить ракетки на площадке. Поиграть в бадминтон пока пришли только четверо. Многие еще в отпусках. Да и график тренировок еще не до конца готов. Руководство Федерации после длительного перерыва осторожно намечает дальнейший план действий. Об участии в соревнованиях тоже говорить рано. Бадминтон достаточно точный вид спорта. То есть, это, во-первых, необходимо по снаряду попадать в определенную точку даже ракетки и отправлять. Соответственно, вот идеально это положить валанчик в линию. Сейчас об этом даже речи нет. Очень сильно упал уровень. Все станет понятнее, когда большинство спортсменов наверстают упущенное время и тренировки станут регулярными.